Привет всем! Если вам в новогоднюю ночь надоело пить томатный сок, компот или банальное шампанское, то стоит разнообразить свой новогодний стол вкуснейшими коктейлями, которые научат нас готовить самый лучший бармен Тёма. Здорово, Тёма! Привет! Не зря мы с тобой оделись одинаково, ведь сегодня будешь ты моим учителем, а я твоим учеником, и ты меня научишь самым лучшим пяти коктейлем. Три алкогольных, да? И два безалкоголя. В Запорожье не все алкоголики. Давай, начинаем. Как будет называться первый коктейль? Я хочу приготовить первый коктейль, который будет называться Санта-Клаус. Для этого мне понадобится бокал для шампанского. Коктейль Санта-Клаус готов. Поскопик. Красиво. Чтобы почувствовать полностью аромат своего коктейля, его надо пить без трубочек, потому что трубочка не дает вам слышать его запах и вкус. Это твой запах или коктейль? Коктейль. Отлично. Ну что, приступаем ко второму коктейлю, который называется? Который будет называться Зимнее солнце. Это сахар или соль, объясню. Это сахар. Стаканчик со льдом, в который мы добавим 30 мл светлого рома, 30 мл апельсинового ликера, кокосовый сироп. Очень вкусные девушки, просто его обожают. Чуть-чуть апельсинового сока. Главный интерес этого коктейля, мы возьмем маленькую веточку розмарина, положим ее в стакан, прокрутим ее внутри. Для того, чтобы? Для того, чтобы понюхать этот прекрасный запах аромата. После мы опустим его сюда, возьмем шейкер, накроем. И что мы будем делать? Дергать! После этого мы делаем. Раз. И выливаем этот прекрасный коктейль внутрь. Мы берем, опять же, тот же розмарин. Уложим его красивенько сверху. Берем сахарную пудру. Посыпаем сахарной пудрой. И вуаля, коктейль зимнее солнце готов. Это зимнее солнце, как я понял, более женственный, да? Да, это более женственный коктейль. Он очень приятный на вкус, с легкой сладостью гранатового сахара сверху. Ну, я думаю, это мне не помешает его выпить. Спасибо большое. Абсолютно не помешает. Ну, Тёма, я понял, что ты умеешь делать коктейли, но ты, как настоящий учитель, ты обязан меня научить чему-то. Давай. С удовольствием. Тогда мы с тобой приготовим коктейль «Рождественский снег». Что для этого надо? Для этого ты берёшь шейкер в руку. Ага. Залазишь туда вниз в лёдогенератор и берёшь 5 кубиков льда и ложишь в него. Всё красивым совочком, аккуратненько. Ставишь его сюда. Да, красивый совочком. Дальше тебе понадобится 30 мл сливочного ликёра. Опускаешь. Оно красиво наливается. Потом ты переливаешь его сюда. Это я могу. Копейный ликёр, который точно так же надо наливать. Всё те же 30 мл, только перед этим это надо помыть. Правильно. Переливаешь сюда. Точно так же. Это я запомнил. Тебе понадобится 50 мл очень вкусных сливок. Для этого ты переворачиваешь джиггер на эту сторону и наливаешь до самого верха. Абсолютно точно так же я делаю. Это станет мне. И я делаю. Готово. Это обычный бокал. Держи. Хорошо. Ты его вставляешь туда. Бьёшь сверху по бокалу. Ударь по нему. Теперь берёшь и начинаешь импровизацию трусить, как тебе нравится. Да. Пожалуйста, выливай. То есть я беру... Да. А, вот, вот. Там появляется маленькая дырочка, с которой ты будешь выливать. Маленькая дырочка. Друзья, у меня получается. А лёд надо, чтобы падал? Ничего страшного. Для первого раза можно, чтобы падал лёд. Дальше. Бери маленькую щепотку корицы и просто бросай сверху. Я промазал. Ладно. Дальше нам понадобится кондитерский бисер. Готово. Открывай. Пробуй своё творение. Друзья, приятного аппетита. Ну что, у нас есть первые три коктейля, но они алкогольные. Пробовать мы их будем позже, но давай пока для детей сделаем, которые можно сделать коктейли в домашних условиях и обязательно безалкогольные. Отлично. Сейчас мы приготовим безалкогольный коктейль, который называется Коралловый риф. Для этого нам понадобится, как обычно, стакан, причём абсолютно неважно какой. 40 грамм чёрной смородины и малины. Что мы положим в блендер? Дальше нам понадобится сок чёрной смородины. 100 граммов сока чёрной смородины. И наслаждаемся приятным звуком. Люблю этот звук. После того, как всё это сбилось и превратилось в такую кашку, мы выливаем всё это в стакан. После чего нам понадобится минеральная вода с газом. Чуть-чуть минеральной воды. Чуть-чуть – это сколько? Чуть-чуть – это примерно грамм 75. И получается вот такая вот красота. Детишки очень любят, можно как пить трубочкой. Дети любят трубочки, поэтому можно поставить вот так. Три трубочки на трёх детишек. Коралловый риф. Готов. Ну вот, я уже научился буквально сделать 4 коктейля, даже один безалкогольный. И Артём мне обязательно научит ещё одному. Ну давай, Тёма, расскажи. Коктейль будет называться «Зимняя вишня». Это стакан. Лёд. Лёд берём аккуратно лопаткой. Лёд готов. Дальше тебе понадобится мётный сироп. Можно? Жанглировать. Можно. Готово. Миллилитров 40. На глаз. Готово? Медного сиропа нам достаточно. Дальше нам понадобится буквально 20 миллилитров лимонного фреша. 20. Это в два раза меньше, чем сиропа. Это достаточно. Дальше тебе понадобится вишнёвый сок. Вишнёвый сок даже у меня дома есть, между прочим. Дальше тебе понадобится шейкер. Я дальше знаю, что делать там. Вот так, правильно? Да. Бей. Бьём. Сейчас. Есть. Теперь тряси. Тряси, как в последний раз. И выбиваешь. Ага. А! Ага. Подрались. Дальше ты достаёшь бокал и переливаешь всё содержимое шейкера в него. Вставляешь две трубочки. Я буду патриотом. И украшаешь красиво мятой. Итак, друзья, коктейль зимняя вишня готов. Приятного аппетита. Приятного аппетита и удачного вам отдыха. Папа. Стоит, что ты достаёшься на五�� arrogant библиотех곡. И я твой, который принял из на пfried running. Ага. Идя. Подрिас.